Добрый вечер, уважаемые телезрители! В прямом эфире программа «Наедине со всеми» и я, ее ведущий Александр Катунцев. В гостях у нас глава общественной организации «Правое дело», лидер одесской команды школы мэров Олег Михайлик и общественный активист, участник одесской команды школы мэров Ольга Бекетова. Добрый вечер, уважаемые гости! Рад видеть вас в студии. Но перед началом нашей беседы, знаете, традиционно напоминаю, сегодня хочу напомнить нашим телезрителям, что мы проводим интерактивное голосование. Сегодня хотелось бы узнать ваше мнение вот по какому вопросу. Необходимы ли руководителям города специальное образование и опыт? Как обычно, есть три варианта ответа. Если вы считаете, что да, учиться на ошибках слишком дорого, звоните по телефону номер 728-01-70. Если же вы считаете, что нет, мэром вполне может быть и охранник. Звоните по телефону номер 728-01-71. Если вы выбираете третий вариант ответа, а что где-то учат деребанить бюджет, звоните по телефону номер 728-01-72. Кроме того, если у вас возникнут вопросы к нашим гостям, звоните по телефону прямого эфира 728-72-07. Итак, уважаемые гости, я думаю, и для телезрителей наших многих новое словосочетание прозвучало «Школа мэров». Хотел бы поэтому, чтобы в самом начале вы рассказали об этом проекте. Что это за проект? Кто, где и как готовят у нас будущих градоначальников? Ну, во-первых, хочется сразу сказать, что мы гордимся, что одесская команда прошла отбор. Всего подавалось около 30 команд. То есть это был некий конкурс? Да, конечно, был конкурс. Причем очень жесткий конкурс. Было очень много заданий, мы были ограничены во времени, и все это нужно было сделать вовремя. Приехать на собеседование в Киев, в точно определенное время попасть на собеседование и провести очень хорошее впечатление на людей, которые… Представить стратегию видения того, как мы видим развитие нашего города. Проходило это все отбор на базе Киево-Могилянской академии. Довольно все открыто было. В комиссии находились известные и уважаемые люди, начиная от преподавателей Киево-Могилянской академии и заканчивая из экспертов программы USAID. И одесская команда прошла все эти этапы конкурса, отбора, и в числе 10 команд из других городов сегодня принимают участие. Проводится это обучение благодаря поддержке одного из немецких фондов, фонд Бойла. Проводится это все на базе Киево-Могилянской академии, но проводится в разных местах. И привлекаются лучшие преподаватели, урбанисты, специалисты, притом узкие специалисты по различным направлениям, начиная от городского хозяйства и заканчивая там планирование, создание стратегии города, транспорт, людские ресурсы и еще много чего. Ну то, что это проводится не за партой, вот как мы привыкли учиться, заходишь в аудиторию, садишься за партой, целый день там сидишь. Прослушал лекцию там, да. А у нас очень интересная интерактивная учеба, каждый модуль, мы находимся в разных местах. То есть у нас есть возможность посмотреть Киев с другой стороны. Мы не сидим в Киево-Могилянской академии, мы ходим по хабам. То есть мы имеем возможность общаться с лекторами, с людьми, которые приходят. Там более такая непринужденная обстановка. Ты можешь просто 10 минут отдохнуть, полежать на траве и прийти заниматься. Занятия очень тяжелые. Мы начинаем заниматься в 10 утра и заканчиваем, бывает, в полдевятого вечера или в 8 вечера. И целый день на протяжении трех дней мы вкладываем, впитываем себя, все это получаем. И сумасшедший, конечно, темп, но очень интересно. Такие люди приходят, которых мы никогда бы, наверное, не встретили в обычной жизни. Или даже если бы и встретили, то столько знаний на таких семинарах и лекциях мы бы не получили, конечно. Очень интересно. Хочется сказать, что для нас это тоже новый проект. Мы о нем узнали в последний момент. С учетом того, что мы организовывали несколько образовательных проектов для общественных активистов, для деятелей, в том числе для членов различных демократических партий в Одессе. Мы попробовали. И у нас вот получилось. Учеба, конечно, довольно сложная. Есть домашние задания, есть список литературы, лекции, которые надо сделать. Иначе ты просто чувствуешь себя уже выпавшим из этого бешеного ритма. Много информации, да, получишь? Колоссальное количество информации. Еще что хочу сказать, что с 3 по 10, 10, все, кто выполнил задание и прошел эти три модуля, едут в Польшу на стажировку в трех муниципалитетах. То есть практика будет тоже? Ну обязательно, куда без практики. В наше время можно написать себе конспект, никогда в него не заглянуть. А если ты уже видел, как это работает на практике, ты уже видишь, что вот есть какие-то минусы, можно вот это у нас внедрить. Это нельзя внедрять, потому что менталитет людей другой. Поэтому это очень интересно. У нас практически занятия с лекциями чередуются, и всегда это направлено на команда формирования. То есть у нас есть команда, потому что один человек, даже если он придет во власть, он никогда не сможет изменить существующую ситуацию. А так, если есть команда, они знают, в каком направлении нам надо двигаться. Учетко распределены обязанности. То есть там отвечает один за ID, другой отвечает за ЖКХ. То есть мы знаем, ага, вот у нас есть стратегия, над которой мы сейчас работаем, как мы будем развивать наш город. Вот просто пошагово. Вот мы приходим во власть, и на следующий день мы уже начинаем работать. Нам не надо тратить время для того, чтобы понять, как это работает, что вообще происходит, откуда бежать, откуда начинать. У нас все это школа мэров дает. То есть мы начинаем разбирать все со скелета, грубо говоря. То есть показывают, как оно работает, как должно работать, как работает в других странах, как мы можем изменить то, что уже сейчас находится, и что мы можем улучшить. И как вообще выработать стратегию этого города, чтобы через 20 и 30 лет люди отсюда не уезжали, а оставались здесь. Потому что мы любим этот город, мы хотим жить в нем. Дело в том, что это нормальная практика развития современных европейских городов, что люди, прежде чем попадают в органы управления, самоуправления, местного самоуправления, в том числе идут избираться в мэры, в городские исполнительные органы, они должны иметь хотя бы минимальный базовый уровень, понимая, что они там будут делать, зная лучшие практики, которые применены в похожих городах, либо в мире. Иначе учить все сначала, находясь уже там, но просто на это нет времени. И потом начинается то, что мы видим, в том числе и в Одессе. То есть нет стратегии развития города. Эксперименты, притом эти эксперименты, они порой безумны. Что хочу еще сказать, что помимо вот этих современных практик, лучших практик, знаний, которые даются в этой школе мэра, уже есть несколько людей, которые отучились и сегодня являются действующими мэрами. Да, мы уже в третьей школе мэра учились, а не в первой. То есть это третий набор. И буквально на прошлой неделе, на прошлом модуле, мы встречались с одним из выпускников этой школы. Да, он стал мэром Житомира. Стал мэром Житомира и рассказывал то, как он видит, и что он делает сейчас. И для нас то, что он рассказывает, ну это просто удивительные вещи. И очень обидно за Одессу, что этого не происходит в Одессе. Еще несколько человек, тоже уже действующие мэры, и все они шли туда, становились этими мэрами, уже имея базовые знания и были подготовлены. И это им сейчас позволяет свои города просто поднимать. Да, вот например, мэр Житомира, соответствующий стратегии города Житомира, это будет спортивная столица Украины. Сейчас они занимаются тем, что они строят спортивные комплексы, спортивные стадионы, готовят под них инфраструктуру. То есть это гостиницы, это какие-то общественного питания, комплексы. В следующий раз, когда вам нужно будет поехать на какие-то соревнования, вы же не будете задумываться, куда вы сразу поедете в Житомир. А Одесса так и останется просто городом, в котором ездят туристы посмотреть на море. Летом, посмотреть на море. И хотим, чтобы Одесса была круглогодична и восстановить было звание Одессы, жемчужины у моря. Это верно. И то туристы, скажем так, ездят от безысходности, это те, наверное, кто не может приехать. Кто не поехал в Крым, да? Одессе посчастливилось, что отпал Крым. И теперь Одесса переполнена в том числе и внутренними туристами. И в какой-то степени, наверное, даже страдает от этого огромного количества туристов, приезжающих в одно время, в таком количестве и в одно место. И все, я думаю, одесситы уже на себе ощутили, в том числе, когда невозможно найти место на пляже, когда по городу ездят множество машин с иностранными номерами и ведут себя порой не самым лучшим образом. Скоро мы будем выезжать куда-то. И скоро Одесситам придется куда-то передвигаться на лето. Это точно. Вы знаете, я, честно вам скажу, всегда удивлялся, думаю, ну как так можно поступать с городом, с многомиллионным городом, да или даже с меньшим городом. Вот никто же не возьмет на работу специалиста без образования. Будь то инженер, преподаватель, врач, да, везде человек должен быть со специальным образованием. А мэром города, оказывается, может быть кто угодно, по крайней мере, в нашем случае. Но это неправильно. Мы хотим это изменить, поэтому мы пошли туда учиться. Мы оторвали время от семьи. Это нам как бы и финансово тоже немножко накладно ездит. Но мы хотим поменять этот город для того, чтобы в нем остались жить и наши дети, и внуки. Мы не собираемся отсюда никуда уезжать и хотим сделать этот город просто процветающим, цветущим, чтобы мы могли гордиться. И когда ты слышишь, я одессит, это было очень город. Это звучало как город. Понимаете, беда еще в том, что пусть мэр приходит, допустим, не сильно подготовленный. Все-таки мэр – это больше политическая такая должность, которого избирают. Вопрос спорный. Люди спорят. Одни говорят, должен быть хозяйственником, другие говорят, нет политики. Неправда. Если у мэра есть видение, в каком направлении должен развиваться его город, чтобы ему потом было не просто не стыдно за то время, когда он был мэром, а он гордился, что он за это время поднял свой город на какое-то другое, перевел его в другое, более качественное состояние, сделал его более известным, с хорошей точки зрения, в хорошем смысле, сделал его более комфортным для тех людей, которые его избрали, то у него достаточно и возможностей, и рычагов привлечь суперклассных специалистов, особенно имея такой бюджет, как в Одессе, имея такую статусность Одессы, что сюда приедут лучшие спиработать, лучшие специалисты, которых надо просто слушать. Но эти же специалисты не будут помогать ему деребанить бюджет, они не будут ему помогать уничтожать активы Одессы в виде памятников архитектуры, пляжей, склонов и парков. Они будут говорить то, что делают в нормальных европейских городах, чтобы они стали, первое, комфортны для жителей, второе, чтобы люди хотели там жить, и третье, чтобы туда привлекались инвестиции и туристы. А это очень часто будет входить в противоречие с тем, что хочет делать теперешняя одесская городская власть. И получается, что страдаем от этого всего все мы, одесситы, и будут еще это все расхлебывать наши потомки. Ну вы правильно сказали, что для этого надо иметь видение, и мыслить надо стратегически, то есть немножко крупнее, масштабнее. Я хотел бы поговорить отдельно с вами, вот вы сказали, Ольга, да, что мы хотим изменить этот город для того, чтобы каждый одессит мог с гордостью произносить «я одессит», и это звучало гордо. Поговорим об этом, что бы вы изменили в нашем городе, вот на примере Одессы, да. Но перед этим я хотел коснуться еще одного проекта. Насколько мне известно, вы участвовали в проекте «Общественный бюджет», и я предлагаю сейчас посмотреть сюжет на эту тему. Да, конечно. А потом мы рассмотрим на примере вашего опыта, что это за проект и состоялся он или нет с вашей точки зрения. Давайте посмотрим сюжет. Победители не судят, но только не в этом случае. Так что мы имеем в качестве победителя конкурса проектов общественного бюджета. Среди поданных нескольких сот проектов победили 40. Все перечислять, разумеется, не будем, но на некоторых так и хочется остановиться и даже заплакать. Знаете ли вы, что одним из победителей конкурса стал проект, предусматривающий световое шоу в Дентропарке Победы под названием «Сказочный пруд». На лампочки и прочие, составляющие прудные сказки, потратят почти 5 миллионов гривен общественного бюджета. При всей любви к электричеству не совсем понятно, это что. Самая-пресамая первоочередная надобность или освещение пруда намного важнее, чем, например, освещение темных, притемных одесских улиц, где наружное освещение отсутствует как таковое. К тому же, кажется, никого из мэрии не смутил тот факт, что любое шоу в Дентропарках запрещено априори. Это у нас идет даже чуть ли не второй строкой проект, который выиграл. Да, действительно красиво, да, но с другой стороны, это Дентропарк. Это Дентропарк, в котором не должно быть предусмотрено каких-нибудь развлекательных, в принципе, мероприятий и событий, потому что это четко прописано по закону. Или вот взять, например, проект «Город без пыли». Это вообще что-то особенное. 5 миллионов общественных денег будут потрачены на некие решетки, которые якобы будут способствовать уменьшению количества пыли в Одессе. При этом автор проекта не просто человек с улицы, а депутат Городского совета. Мне понравился проект «Город без пыли». Так и хочется на эту тему как-то пошутить. Но сам факт в том, что проекты подавали депутат. С одной стороны, конечно, нельзя депутатов ограничить, что они подавали такие проекты. Ну почему нет? Депутаты тоже люди. С другой стороны, депутаты обладают правом разрабатывать проекты решения Одесского городского совета, лоббировать их голосование на сессиях. Так что же вам мешает граждане это делать? Стоит ли удивляться, что именно этот дивный по всем параметрам проект вдруг набрал рекордное число голосов широкой общественности, не пожалевшей ни времени, ни личных паспортных данных, ни даже собственного идентификационного кода? Чего не сделаешь для того, чтобы пустить пыль в глаза, а деньги на ветер? Этот проект «Город без пыли», который предложил депутат Петр Ионов, он тоже набрал приличное количество голосов, он прошел. Проект на 5 миллионов, немаленький. И обоснование его очень краткое. В центре Одессы около 3000 деревьев, и их корни нужно закрыть, чтобы не было пыли, потому что она очень сильно вредит здоровью Одесситы. А так больше всего здоровья Одесситы вредит пыль от лунок в центре Одессы. Их около 3000, что их считал непонятно, потому что как раз проект о паспортизации деревьев не прошел, соответственно, считать их не будут. И что самое интересное, что есть оценка вот этого проекта со стороны ботаников Одесского национального университета, где уважаемая Елена Николаевна Попова дает свою оценку и говорит, что это очень вредно, что дереву нужен воздух, почве тоже, что идет уменьшение количества объема вод, которые поступают с дождем. И все это, так деревья будут закрыты, в закрытом пространстве деревья подвержены больше болезням. То есть есть оценка ученого, который говорит, что это вредно. Но это не помешало абсолютно проголосовать за этот проект. Ну и такая себе вишенка на торте – проект «Город скульптур». 2 миллиона 250 тысяч гривен, на которой в Одессе появятся новые достопримечательности в виде памятников котам, скрипачу изи, памятника шахматисту, памятнику писающему туристу и, внимание, памятника юмору. Да, действительно важно привлекать туристов в город. Но у нас, наверное, мало туристических объектов, раз мы делаем какие-то новые памятники, будем их делать. И, собственно говоря, за счет этих памятников привлекать туристов. У нас, на самом деле, памятников архитектуры в городе предостаточно. Их нужно охранять, их нужно сохранять, выделять максимальное количество денег на реставрацию этих памятников и привлекать к уже существующей истории. Очень возникают большие сомнения относительно, кто голосовал, как голосовали. Почему-то вот такие вот проекты, как памятник юмору, важнее, чем наши деревья. Очень много вопросов, и я думаю, что мы никогда не получим на них ответа. В этом море проектов победили 40. Некоторые из них действительно важны для города, как, например, покупка маммографа для больницы. С другой стороны, почему покупка данного оборудования должна быть за общественный бюджет, а не за городской? Почему благоустраивать школы и строить спортивные комплексы должны за счет общественного, а не городского бюджета, в котором уже существуют специальные программы, в которых уже заложено и строительство, и благоустройство? Почему среди победителей столько нелепых проектов? Если нужны памятники для привлечения туристов, почему не спасать те памятники, которые в Одессе существуют? Не говоря уже о домах, памятниках которых все меньше, не говоря уже о юморе, которого, похоже, не осталось совсем, и которому мэрия собирается установить памятник на память о том, что Одесса была Одессой, видимо, надгробной. Ну вот так, общественный бюджет был распределен, скажем так, в рамках этого проекта. Вы тоже принимали участие, ваш проект тоже участвовал в конкурсе, да? Да, мы участвовали в конкурсе, тоже из безысходности. У меня дети учатся в школе, занимаются спортом, негде тренироваться детям. Когда я узнала о программе «Общественный бюджет», я подумала, что это же шикарная возможность дать детям место, где они смогут найти свой вид спорта. Мы разработали проект возле школы 9-й гимназии на 2 гектара. Там должно было быть 6 больших стадионов и площадок для командных видов спорта, плюс еще тренажеры, которыми могут пользоваться и жители города, и беговые дорожки. В общем, шикарный, конечно, проект. Мы очень хотим, чтобы он воплотился. Проблема у нас возникнет с голосованием. Во-первых, самая большая проблема – это паспортные данные, потому что наши люди очень напуганы, они не понимают, откуда и почему они должны давать какие-то свои паспортные данные, если все эти паспортные данные уже есть. Достаточно было идентификационного кода, на мой взгляд. То есть по идентификационному коду человек не может проголосовать два или три раза еще раз за свой проект. Плюс должна быть обязательно электронная почта. Ну, извините, я заметила, что и у людей, которые в возрасте 40-50 лет, не у каждого есть электронная почта. Это голосование занимало полчаса времени, если ты к нему не подготовлен. Отдельная проблема была по Иди-банку. Почему-то люди никогда им не пользовались и думали, что теперь снимут деньги за счет. Это тоже у нас была проблема. Но мы ходили каждый день возле нашего стадиона, рассказывали людям. Два месяца из жизни я потратила на уговор людей, чтобы они просто поняли, что вообще такое может быть, что оно нужно, и что вы можете заниматься здесь тоже. 421 голос у нас есть. Мы очень гордимся таким результатом, потому что каждый голос – это тот человек, который теперь, если этот стадион будет построен, а он будет обязательно построен, это вот задача моя на ближайший год, он будет смотреть за этим стадионом. Он будет знать, что вот он проголосовал за него, вот, пожалуйста, смотрите, занимайтесь, ходите, оздоравливайте, занимайте спортом, приводите детей, внуков, только не ломайте, не рушьте и просто бережно относитесь к тому имуществу, которое вам построили. Проект «Общественный бюджет» – это замечательный проект. То есть люди могут поучаствовать в распределении денег бюджета сами. Они должны понять, что все деньги бюджета – это деньги наши, то есть мы их платим, это наши налоги. Почему люди как-то их расходуют и вообще не советуются с нами. А тут вот такая прямая демократия. То есть ты можешь написать любой проект. Если людям он понравится, его поддержат, но тут опять проблемы с голосованием. То он воплотится… Проблемы с голосованием – это мягко сказано. Потому что сегодня уже… Идея, возможно, замечательная, а главное еще, чтобы ее реализовать. Идея просто шикарная. Просто супер. Я вам скажу, больше в Полтавской области. Вчера я увидел, что будет общественный бюджет Полтавской области, где будут воплощать люди, жители Полтавской области, участвовать в распределении денег. Уже не корот, а уже области. Но то, как это воплощается в Одессе, в очередной раз – это обычное шулерство. И то, о чем мы говорили, не просто отсутствие стратегии, а это все сведено до уровня маразма. То есть мы не знаем, с какое количество деревьев в центре города и видим, что их становится все меньше и меньше, но каким-то образом проект депутата, имеющего и возможность привлечения депутатского фонда, и возможность вносить проекты решений на сессии, и возможность обсуждать эти проекты на своей фракции, и вносить эти проекты, поддержанные фракции, получает 5 миллионов на какой-то просто откровенный маразм. Плюс еще каждая решетка стоит полторы тысячи гривен. Вы понимаете… Будет ли она эффективна? То есть насколько она защитит этот город от пыли? Вопрос почему? Я уже не говорю о том административном ресурсе, который был включен, и когда заставляли голосовать родителей детей за проекты, вынесенные школами. Я не хочу говорить про какую школу, но нас так же, как родители двоих детей, учащихся в школе, просили проголосовать. Такой же административный ресурс был включен в больницах, в поликлиниках, в медучреждениях. И абсолютно законный вопрос, почему, имея сегодня бюджет 8,5 миллиардов, выделять еще деньги из общественного бюджета на вот такие вот проекты по этим решеткам и на покупку маммографов. Хотя это колоссально как важно, действительно. Но есть бюджет в департаменте здравоохранения. Надо просто провести мониторинг насущных проблем. Если такая проблема есть, надо выделить на это. А если бы этот проект не прошел бы через общество? Если бы он не набрал голосов? Если бы не включился этот административный ресурс? Так что тогда, не надо маммограф? Или не надо какой-то томограф? Эти вопросы – это жизненно необходимые, которые должны воплощаться моментально, как только возникла такая необходимость. Да, это здоровье наших. Это здоровье одесситов. Ну, это понятно. Причем, вне зависимости от, есть общественный бюджет или нет. Абсолютно. Есть бюджет города. Есть бюджет города и есть потребность лечить одесситов. За эти памятники скульптурные – это для меня тоже что-то из области какого-то маразма, потому что в Одессе официально зарегистрированных более полутора тысяч памятников архитектуры. Большая часть из них находится в ужасном состоянии. Даже дом Руссова. Начиная от дома Руссова Либмана, заканчивая теми, которые уже разрушены или полуразрушены, фасады в центре города. Но зато нам надо поставить какие-то памятники. Неужели туристы большее наслаждение получат, смотря на памятники, чем на разваливающиеся фасады в исторической центре города? Ну просто это показатель еще раз, это, ну я не знаю, Ольга, думаю, меня поддержит, это еще раз утверждает во мнении, что мы правильно пошли учиться, что стратегии города надо создавать, прописывать и действовать. А в Одессе… Действовать пошагово, а не так, что там один кусочек сделал, там другой, потом оказывается, что ты все сделал неправильно, надо переделать его. То есть это все должно быть органичная структура, которая просто вот накладывается, как калька на город и выполняется… В течение… Пускай не сразу, а по кусочкам, и все это выполняется… Ну то есть в комплексе выполняется эта работа. В комплексе, конечно, да. Нельзя просто поменять маммограф и не починить дом Русова. И очень интересное было, да, провести инвентаризацию деревьев, провести, следующим шагом провести инвентаризацию лунок, в которые деревья погибли, либо были спилены, либо есть возможность посадить. Дальше заполнить, как минимум, эти лунки дополнительными саженцами, чтобы увеличить количество зеленых насаждений. И потом уже, когда, наверное, некуда сажать их, тогда уже, может быть, закрывать решетками и бороться с пылью. Потому что тот вред, который наносит жителям Одессы и приезжим, отсутствие зеленых насаждений, я думаю, что он в миллионы раз выше. Измерим однозначно, да. Ну, чем та пыль, про которую тут нам рассказывали и вносили. У нас, кстати, в школе мэров было такое занятие по транспорту и озеленению. Вот так, каждое дерево, которое растет в городе, экономит 1 миллион 760 тысяч долларов. Почему такая цифра? Потому что, во-первых, недвижимость, которая находится в районе парков и большой зоны зеленых насаждений, она всегда дороже. Вот проводили просто примеры, не на нашем городе, конечно. Ну, вот, например, в городе... К сожалению, не на нашем. Вот, возле центрального парка недвижимость стоит на 500 тысяч долларов дороже. Плюс, если растет дерево, то мы экономим очень большую сумму на том, чтобы собирать эти грунтовые воды, плюс очистка воздуха, плюс очистка воды. Температурный режим. Температурный режим. То есть, деревья – это наше все. Если мы не начнем засаживать Одессу деревьями, мы просто окажемся в пустыне. И здесь, к сожалению, нет нефти, как в Дубаях. И нам придется с этим что-то решать. Оказывается, есть статистика, за последние 10 лет, что уменьшение количества зеленых насаждений в Одессе привело к повышению средней температуры в Одессе 5-15 градусов. Колоссальные цифры. А то да, это очень много. А самое большое энергозатратное, знаете, что это не отопление, это охлаждение воздуха. Вот все эти кондиционеры, которые работают сейчас в такую жару, они забирают больше электроэнергии, чем на отопление помещения. То есть, если бы у нас росли деревья, у нас бы не было необходимости вот так охлаждаться. Если бы в Одессе была стратегия развития этого города, превращая его в комфортный, то всего бы этого точно бы не было. Ну, представляете, мы уже берем гранды от Ифраше и засаживаем наши склоны. Ну, уже просто говорить не о чем. То есть, я вчера была с детьми на море, ну, извините, склоны срезаны, поставлены площадки, рестораны. Сегриль вот бывший, да, там у него уже три площадки. Все деревья, которые стояли на склоне, все вырублены, настелен газон. Ну, просто это... Я говорил о том, что... Ни в какие ворота уже не лезет. Я говорил о том, что я хотел бы услышать от вас, что бы вы изменили в этом городе, на нашем конкретном примере. Понятно, что надо менять, наверное, все. Или, по крайней мере, очень много. Но рамки нашей программы не позволяют этого сделать. Кстати, звонок у нас есть после звонка. Суть вопроса в чем? Что бы вы изменили самую главную, вот на ваш взгляд, проблему какую? Подумайте пока, пока задают вопросы наши телезрители. Добрый вечер. Алло. Алло. Да, здравствуйте, мы слушаем вас. Это вы со мной? Да, мы с вами говорим, вы в прямом эфире. Задавайте вопрос. Да, спасибо вам большое. Вот по первому вопросу учиться тут образование какое должно быть у мэров и у городской власти. У нас, по-моему, оно все только на базаре. Вот у нас на Бочарово сделали с улицы Рос сплошной базар. И без конца вот эти строительства уже, сколько их уже можно делать, вообще непонятно. Мало того, что и стройки вот эти бесконечные. У нас в мае месяце в парке в Молодежном была топографическая съемка. Когда спросили этого человека, что он делает, он зачем делает топографическую съемку, он сделал вид, что он никого не знает и ничего не понимает. Так что ждем строительства в нашем парке. Понятно. Ждете сюрприза в парке. Да. Понятно. Спасибо. Спасибо за информацию. Это то, с чего надо начинать уже сегодня. Я не говорю о том, что эту власть городскую надо поменять. Ее надо просто разогнать и набрать туда новых людей. Взять людей, которым люди будут доверять, одесситы, которые смогут привлечь специалистов, в том числе и иностранных специалистов, платить зарплату им и развивать этот город. Но то, что уже сегодня надо делать, это надо освободить все парки, зеленые газоны, зеленые зоны от МАФ. МАФ – это убийство потенциала города. И это тоже мы уже слышали лекцию, что это то, что проходили цивилизованные страны 80-60 лет назад. Это убийство малого бизнеса, это убийство потенциала города. Нужно развивать первые этажи, для того, чтобы люди могли свободно передвигаться и по тротуарам. Потому что, извините, даже с коляской трудно пройти по тротуару. Все заставлено кафе, МАФы вылезают, просто машины ставят прямо на тротуаре. У нас были настолько качественные занятия по устройству городского пространства, то есть во главу угла ставится человек, его возможность передвижения. Он должен ходить по чистым тротуарам, по свободным тротуарам. Он должен дышать свежим воздухом. У него должны быть пространства. То есть у нас нет ни одного общественного пространства, куда люди могут прийти, просто посидеть, отдохнуть. Вот сейчас сделали Стабульский парк. Вы помните, в каком он был состоянии? Никто туда не заходил. Сколько людей сейчас в нем отдыхает? А таких парков нам надо минимум... Десятки, десятки, десятки в каждом районе. В каждом районе человек мог выйти со своего девятого этажа, спуститься вниз и пообщаться с природой. По поводу парка вот расскажу. Вот тут пафосно приезжал президент, вкладывала в это деньги мэрия Стамбула. В то же время в Киеве на Аболонской набережной силами общественности, с привлечением власти был не просто создан современнейший парк. Он был облагорожен, приведен в порядок. И сейчас содержится за счет городской власти. А это был просто общественный порыв, которые захотели это сделать. Я был во многих странах мира. И могу сказать, что это один из самых лучших парков, которые я видел по всему миру. И не было никакого пафоса. Но сейчас там находятся фонтаны, зеленые лужайки, беседки, видеонаблюдения, новейшее освещение. Я уже не говорю о том, что... Люди заботятся, потому что они сами принимали участие в формировании парка. Была проведена большая работа, социологическое исследование. И осенью, и зимой, и летом, и весной приходили люди, спрашивали гуляющих в парке, что бы вы хотели здесь изменить. Они говорили, мы хотим это, мы хотим то, мы хотим детскую площадку, мы хотим спортивный комплекс. Все эти идеи обрабатывались. И потом выросла концепция этого парка. Парк сейчас 60 гектаров. На него было потрачено на реконструкцию, уборку и перепланировку 60 миллионов гривен. Это настолько вот... Это мизерные деньги, которые позволяют увеличивать, улучшать качество, комфортность жизни жителей, как минимум этого района, но просто выводить на другой уровень. То, что вы говорите поменять, однозначно надо разбираться с транспортной инфраструктурой города. То есть, изменение, транспорт... Город задыхается. Общественный транспорт нам просто необходим. Невозможно ездить в этих маршрутках. Самое интересное, помнишь, когда разбирали различные состояния в различных городах, на Одессу многие уже махнули рукой. Специалисты, даже те, которых привлекала местная власть, они проводили, они просто в диком ужасе. Говорят, у вас по обустройству один из самых уникальных городов. В худшую сторону. В худшую сторону сегодня. Но то расположение улиц, зданий, это уникальное в лучшую сторону. Потому что у вас при наличии общественного транспорта не может быть никогда пробок. Потому что город построен квадратным дедовым способом, всегда есть возможность объехать. То есть, имея уникальность некую, со знаком плюс, да, мы ее превратили... Уникальность, полученную от наших предков, настолько грамотно построивших центр города и, в принципе, развернувших спальные районы, что в Одессе пробок априори быть не может. А мы задыхаемся от них. А мы задыхаемся от них, потому что отсутствуют паркинги, потому что общественный транспорт, его сложно назвать... Транспортом вообще. Транспортом вообще. И это огромное количество машин, большую часть из которых в городе вообще не должно быть. Потому что у нас 15 минут, 20 минут пешком. И ты можешь... Да, можно центр города пройти вдоль. Да. А сейчас такая тенденция, что пешеходы и велосипедисты забирают все общественное пространство. То есть, вообще не должно быть машин. Каждое парковочное место, на котором стоит машина, занимает 6,5 квадратных метров. То есть, все это место, где мы паркуем свои машины, мы забираем у детей. Мы можем поставить там какие-то детские площадки, мы можем поставить там спортивные сооружения для того, чтобы любой человек мог подойти и просто посидеть, позаниматься спортом, отдохнуть. А мы все заставили машинами. Посмотрите, в городе 4 полосы, да? Из них используются только 2, а все остальное припаркованы машины. И знаки не работают, потому что у нас нет политической воли для того, чтобы штрафовали эти автомобили, которые припаркованы в неположенном месте. Хорошо, если они стоят на дороге, так они же залазят на тротуары. Они залазят так, что ломают плитку, что ломают поребрики. И потом все это за деньги города приходится восстанавливать. Никогда водитель машины не думает, на сколько денег он причинил вреда тому же пешеходу, или той же плитке, или тому же городу. Это его комфорт. Он доехал хорошо, оставил машину на 8 часов, пошел поработал, забрал машину. Все. То есть, у нас не разработана структура, по которой человеку невыгодно будет приезжать в город. Ему можно передвигаться за городом, ехать в какие-то большие супермаркеты на машине. А когда человек поймет, что ему в город удобнее приезжать или на велосипеде, или пройтись пешком, или на общественном транспорте, который ходит четко, как часы. То есть, ты знаешь, если ты вышел в 9.25, 9.26, придет автобус, ты в него комфортно сядешь, комфортно доедешь, выйдешь, не объехав весь город, как сейчас, а ты доедешь до вокзала за 15-20 минут. Кратчайшим маршрутом. И все, кратчайшим маршрутом, потому что будет единый билет. То есть, тебе не надо будет платить каждый раз за маршрутку, пересаживаться 20 раз. Ты доехал, все, будь здоров, пожалуйста, обращайтесь к нам еще раз. И самое обидное, что это все можно сделать уже завтра. Было бы желание. Я уже не говорю о том, что надо восстанавливать и фасады, и восстанавливать исторические памятники, и привлекать сюда туристов другого уровня, интеллектуальных туристов, туристов из европейских стран, которые с удовольствием будут сюда ехать, не для того, чтобы полежать на море среди этих лежаков, установленных, либо этих автопарковок, которые там сейчас усиленно располагают на берегу моря. Им это не надо. Им интересно было бы ивентный туристам какие-то фестивали, мероприятия, плюс памятники архитектуры. И это тоже то, что можно сделать в течение года-два, увеличив потенциал туристической Одессы, выведя его совсем на другой уровень, получая больше денег с меньшего количества туристов. Опять же, стратегии развития города не существует. К сожалению. Городские власти заняты в том числе вот такими вещами, как пыль, защита от пыли, какие-то там проекты. Вот даже есть пример Львова. Вот этот город, который тоже находится на нашей территории, в Украине находится. Там реконструируют старые балконы. Программы по реконструкции старых балконов, старых окон и старых ворот, в которых государственное, не государственное, государство к этому не имеет никакого отношения. Выделяются бюджетные деньги из казны города и 10 на 8, абсолютно небольшую частичку, только для того, чтобы, понимая, что потом, когда сделать, он будет к этому точно относиться бережно и культурно. Да, потому что он вложил свои деньги. Что ж, спасибо большое. Я сегодня слушал вас вот с открытым ртом, как говорится, видя ваши горящие глаза. Я понимаю, что еще не поздно все исправить. И, конечно, хотелось бы, чтобы мы жили в той среде, в комфортной, в культурной, в приятной. И наслаждались этой жизнью. Действительно, с гордостью произносили слово «я одессит». И это, чтобы звучало гордо. Хочется еще сказать, что Одесса должна быть в первую очередь комфортной для одесситов. Туристы – это хорошо. Но турист сегодня приехал, завтра уехал. А нам, нашим семьями, нашим потомкам здесь жить. Круглый год, да. Спасибо большое. Успехов вам. Ну и надеюсь, что вы все-таки измените эту ситуацию в лучшую сторону. Всего вам доброго. Спасибо вам большое. Что ж, уважаемые телезрители, наша программа подошла к концу. Мне остается подвести итоги интерактивного голосования. Напомню, что мы сегодня спрашивали у вас, как вы считаете, необходимы ли руководителям города специальное образование и опыт. И более половины, 51% телезрителей считают, что да, учиться на ошибках слишком дорого. 12% телезрителей считают нет. Мэром вполне может быть и охранник. И 37% телезрителей выбрали третий вариант ответа. А что где-то учат деребанить бюджет? Спасибо большое вам и за голосование, и за телефонные звонки. Наша программа подошла к концу. Всего вам доброго. До свидания. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин